если вы решили себе сделать гидравлическую рулежку в лодку или у вас не есть какие-то проблемы вам нужно смотреть эту вторую часть а также обязательно сперва первую и третью ну третью не сперва а потом да то есть это вторая часть без первой она не полноценная посмотрели первую вернулись сюда пропустили это вступление и прыгаем сразу в процедуре процедура следовать значит будем самый на мой взгляд лучшие инструкции от сестар все все еще раз это что водник говорит выбрасываем самый первый пункт мы подсоединяем бутылку в данном случае у нас хипстеровская бутылка и смотрите здесь уже интересный момент разъясняют если вы заполните помпу рулевую до того как подсоедините бутылку и шланг то это уменьшит время и мы это на лицо видно на лицо или на бутылку на лицо не очень хорошо видите она очень 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 медленно в итоге наполняется трубку это будет долго посмотрели видео кошмара прокачки там в инструкции сест как раз таки никаких уточнений нет и непонятно нужно ли крутить роль отсюда следует что нет мы сперва наполняем помпу потом начнем что-то крутить процесс долгий но у нас там автоматизированный бульк бульк и вот по моему уже даже полная трубка это в реальности не заняло много времени примерно минуту две три наверное и мы уже не видим никаких пузырей здесь все заполнено и следующий шаг это пока ничего не открываем крутить по часовой стрелке колесо пока не задвигается там мотор смотрите я слышу тот же звук который вот был в том видео про кошмары на прокачки шлюш хлопания помпы там подскрипывание при этом здесь никакие сейчас пузырей нету я чувствую нарастающие усилия но мы ничего не открыли мы пока масло никуда не выкачиваем процедура сильно отличается там дальше пойдет еще больше отличий тут проскочил один пузырек он сейчас застрял здесь вот но это не проблема вот там пошел по бутылке потому что главное чтобы не упала ниже уровня помпы я быстро продолжая крутить да пока так сказано вот не вытащится полностью шток ну короче пока мотор не повернет сейчас произошел произошел такой резкий скачок повернул его и здесь пошли пузырей при этом этим мы еще ничего не открывали никакие прокачивающие клапаны вообще не такая как все феста описано кручу давно масло не убывает сдается мне что ну и не будет ничего на замкнутой системе дальше происходить все таки не до конца объяснен он для тех кто не знает устройство гидравлической системы но как бы по моему дальше крутить бесполезно а что делать никакая инструкция не говорит остается делать одно руками мотор повернуть до конца это было сделать очень просто не просто а очень просто и вот только следующий шаг говорит про открытие клапанов соответствии тем как у вас установлены на у нас крест-накрест соответственно и открываем сейчас подумаю какой и скажу и вот дальше идет следующее очень сильное отличие это то что нужно держать цилиндр сейчас я об этом скажу вот перекрестные инсталляции да мы по часовой крутим у нас повернула мотор направо штук мы видим вот этот вот и открывайте нужно тоже правой цели правый блидер но я насадил rectus 21 сюда эту трубку которая вам показывал и она уходит туда в бутылку открываем мы видим пошло маслица с пузырями вот это вот черноватый цвет мне очень не нравится на точнее даже пузыри пошли масло дальше особо не доходит наверно не она там течет да просто трубка у нас большая я не знаю почему масло почернело я уже его прочищал промывал и вот в таком случае например моя трубка длинная она позволяет мне отлить какое-то количество масла я то есть расцепляю это вот там и куда-нибудь его сливаю потом когда я вижу уже на такой длине светлая я начинаю перетыкать в возвратную бутылку сейчас мы кстати видим там пузыри на вот сейчас я даже не знаю хочу ли я сколько-то слить мне совсем не нравится грязноватый наверное хочу процедуру уже не буду показывать займусь этим сперва вот а дальше шагом следующим да мы будем крутить значит по часовой стрелке но при этом мы должны держать цилиндр чтобы ничего не двигалась и вот это вот очень важно и тут держать только руками но чтобы до ничего не сломать понятно вот и потом смотрите там пойдет уже про автопилот к этому мы сейчас перейдем сейчас мне нужно помнить что кто-то крутил а я буду держать и крутить надо будет теперь против часовой стрелки и сказано примерно полторы бутылки масла но я там налил 2 литра это значит четверть вот и канистру нужно типа прогнать пока не увидим что нет пузырей посмотрите как я организовал что здесь я буду сливать старые просто тут же воткнул бутылку соответственно вот этот хвостик сливной из хорошего масла сюда просто перекинул потом когда мне нужно будет перекину туда значит я кручу против часовой стрелки побежала это масло которое мне не очень нравится темновато и без проблем сюда поднимается поэтому я его пока сливаю сюда в бутылку сейчас она впервые пойдет ладно там я еще кое-что сбил установки когда к помпе готовился автопилота но потом может упомяну давайте пока сфокусируемся на этом вот впервые пошло значит это грязное масло мне нужно решить сколько я его солью там не помогают держать много много пузырей мне кажется достаточно светлые для того чтобы уже начать его переиспользовать и загонять снова сюда так я посчитал что достаточно нормально и переставил эту трубку сюда и вот теперь можно оценить всю прелесть этого решения то есть она позволяет и классическую процедуру прокачки использовать и при этом не бегать бутылкой туда-сюда все сюда переливается и дальше идет система открытые но условно замкнутая при этом но вы наверное все в курсе что крутить быстро нельзя иначе мы пену делаем придется масло отстаиваться поэтому крутить обычно нужно очень долго и много пока я делаю эту процедуру там одной рукой посмотрим что дальше а дальше сказано что нужно вот если бы это был сестар автопилот покрутить ее в этом же направлении то есть против часовой стрелки две минуты и вот это вот уникально здесь рассказано как прокачивать с помпой я последую этой процедуре но есть еще другие нюансы которые мне производитель помпы моей сказал это мы тоже попробуем возможно потом сейчас я вам расскажу по поводу нет я не расскажу вам по поводу рига я только его покажу потому что про него отдельные видео вот он о том как я буду запускать помпу и вот я там отметил что у меня вверх это кручение starboard или направо то есть по часовой стрелке вниз против часовой стрелки так вот когда я это выяснял сейчас недавно тогда я нажал вверх и вот здесь вот я получил воздух так сразу бульк много пузырьков и всего что-то я сбила этим это неважно это все про увеличение времени прокачки они про то что я чего-то нарушил то есть мне приходится теперь качать качать выкачивать эти пузыри возможно они бы и так были ну короче понятно надеюсь но смотрите у нас полная трубка вообще никаких пузырей дни мелкие мелкие очень мелкие ходят но в принципе в принципе все можно переходить к рулежке помпы автопилота только я сказал и побежали пузыри вот откуда они появились вот кто мне скажет вдруг открутил крутил и появились на то есть не надо думать что вы как только увидели прямой поток то все хорошо они могут приходить случае до помпы автопилот откуда-то оттуда в целом я думаю мы все равно можем сейчас уже хочу сразу еще пузыри но они бесконечны только знаете какой нюанс у них у сестер автопилотная помпа это встраивается в линию она не то что как бы мы вот здесь вот у нас вот помпа руля и туда бамс 2 вниз идут кабели она у них вот тут вот по линии вот считайте как бы мы вот здесь бы ее встроили не знаю имеет это значение или нет но как я сказал я еще потом в конце сделаю процедуру уникальную которую мне подсказал производитель крутим помпа автопилота в том же направлении в моем случае это вот этот вот нажать вниз и смотрим что происходит с пузырьками изменение в звуке похода указывает на то что она наполнилась да скорее всего и смотрите вот прозрачная теперь трубка она нам дает возможность смотреть что здесь происходит мы видим что жидкость сюда приходит я забыл проверить кстати что по ней течет все нормально сюда все теперь я откручивать не буду иначе все самое переполнять по крайней мере мы видели по ней пузыри вверх поднимающийся да все должно течь какие там проблема заодно я здесь поставил проверять на протечку все мои закрутки ничего не течет на изменение в звуке я думаю это тот факт что она наполнилась надо не бояться и две минуты крутить ее мы же сейчас упора мотора не делаем крутим открытую систему поэтому нет проблем подать туда 12 вольт а и и и и и и и и Продолжение следует... 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 если из резервуара она берет и для того чтобы вот сюда вот нагнать то как она сюда возвращается как она она в руль как возвращается чтобы из рулевой помпы резервуар взять или она что предполагается поэтому же слонку туда возвращается как бы туда сюда здесь вообще не хватает ну образование у области не было знаний не хватает вы найти не найти ни на каком языке ни на каком из трех вот ok в лодку и заново я возвращаюсь в лодку но давайте я сперва проведу инспекцию на протечку фитингов и заодно покажу какие импровменты сделал и те которые вам тоже стоило бы рассматривать вашей системе в первую очередь я кое-что поменял здесь если вы смотрели изначальное видео по установке вот эти вот отвратительные не там у русские трубки и тот кто говорит что у меня кривые руки может свои руки куда засунуть трубки реально отвратительные не просто пластиковые и у меня здесь был они были сюда подключены сюда вот и был очень мощный изгиб потому что вот здесь вот ящик стоял и получалось он не давал нормальный угол сделать я поставил сюда под 45 углов переходы и теперь у меня более плавный получился изгиб вы тоже можете такую идею применить у себя значит также я под линии резервуара на кстати чехольчик тоже поставил 45 было 90 красивее идет туда лучше тут не про красивость конечно же речь идет я уже говорил что 90 градусов разворота это плохо вообще разворота плохо в общем такой импровмент ну а там вы все видели в принципе вот и все что по фитингам здесь заодно провел инспекцию пощупал ну давайте сюда все-таки заглянем я уже заглянул здесь было какое-то масло но я думаю это после вчерашних тестов поэтому я сейчас все протер как то здесь ничего не течет но здесь никакого масла не было вот я думаю здесь просто после вчерашних соединений заодно мы просто здесь вспомним еще раз как все устроено в общем проверил давайте проверим сколько оборотов осталось и вчера масло отстоялось естественно уже везде смотрите как все смотрите как хорошо да иметь приспособу такую я просто оставил закрыл здесь пробку дождик был и мне ничего не пришлось отсоединять сейчас даже здесь защищать ничего не буду от масла и я еще хотел усовершенствовать еще сюда сделать тоже quick каплинг быстрый стремное соединение стремные но не найти вот этого вот диаметра никакого адаптера с которого было начать можно так что трубку у меня пока отсоединена но давайте сейчас мы вот в упоре и проверим сколько оборотов у нас 7 с половиной до почти восемь даже чуть-чуть больше чем 7 с половиной вы видели никаких чудес все как в том видео кошмары на улице вязов кошмары прокачки но то есть вот мы сейчас открутили как раз направо там залочены это начальная точка для процедуры давайте начнем я постараюсь в этот раз быстро на сперва все-таки отмечу про удобство иметь такие тузы вот видите у меня это трубка с маслом масло осталось там я отсоединил никаких проблем сейчас я подсоединяю подсоединяю на нужный клапан сливной в бутылку кончик кончик кладу и мы начинаем также на этом риге я уже отметил теперь все четко и правильно как нужно в какую сторону этот материал наверное будет весь целиком вырезан про все проблемы про сам этот риг видео есть или будет все это подключаю и делаю дальше по процедуре я вам ее коротко напомню и наверное она пойдет просто без комментов я наверно включу музончик иначе это очень долго мне и на английском и на русском параллельно писать и так напоминаю коротко процедуры значит все у нас уже когда подключена наполнена мы выкрутили сперва по часовой стрелке и у нас шток вылез в таком направлении то есть мы типа руль повернули направо и теперь это когда мы будем открывать вот этот тот же правый блидер сюда я подключу этот коннект коннектор быстрый rectus 21 открою его и мы будем крутить против часовой цилиндр я держать не буду потому что предыдущий опыт показал что движений там не происходит потом покрутили значит до того как пузырей больше не видим и там такая ситуация получается что пузырей мы уже давно не видим давно не видим а потом все равно они есть ладно не про это типа мы покрутим пока мы пузырей не видим не сразу закроем а еще покрутим и потом мы значит покрутим а помпу в том же направлении но не две минуты меньше я покручу то есть я там нажму кнопку в том же control колоквайс против часовой стрелки покручу помпы там у меня уже это теперь написано я просто не думаю жму куда мне нужно все потом я его закрываем значит и продолжаю крутить и тогда шток мотора вот это у меня кстати на картинке давайте я всем какие-то картинку покажу 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 вот когда мы уже это закрываем и продолжаем крутить то мы считаете как бы уже ну типа рулем получается у нас жидкость приходит сюда она уже толкает цилиндр и поэтому он начинает двигаться и предполагается что мы его наполняем уже маслом без воздуха правильно типа вот здесь у нас воздуха нет никакого в реальности все так не получается ладно опять же не об этом вот а затем в обратном направлении процедура это я уже не буду разъяснять это мы вчера до этого не дошли в итоге не я дошел но вырезал этот материал сумбурно нет пересматривайте внимательно тогда у вас есть картинки у вас есть текст и если что-то кажется быстро сумбурно пересматривайте внимательно все должно быть в принципе понятно делаю а еще давайте я вам сперва покажу наглядная демо по поводу того как пузырьки поднимаются вверх о том что мы вначале с вами рассматривали это вроде бы понятно но все равно интересно знать вот он застрявший здесь пузырек сейчас я подниму трубку вверх и увидите куда он пойдет ну а теперь вам должно быть понятно да тематика с важностью как прокладывать шланги что сам воздух он наверх просто не уйдет если его ничем не продавить если он где-то там внизу системы и если он остался не выкачен пузырек так и будет где-то там внизу болтаться видели он норовит нижнюю точку верхнюю точку убежать то есть когда я опустил здесь трубку несмотря на то что он был тут он все равно убежал туда верхнюю точку по моему эти вещи понятны и так и не Продолжение следует... 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 вот так вот зачем нам проходится еще каким-то более коротким путем зачем нам сюда если мы прошлись вот так мы все заодно это сделали поэтому я делаю вывод что в принципе они бесполезны тем не менее я их естественно оставлю потому что в какой-то момент мне может быть захочется проверить течет ли оттуда нормально в тот момент как что-то произошло когда с помпой в прошлый раз это другое видео все получается я сейчас не буду к ним подсоединяться и показывать вам это скорее всего это все и будет по вырезана сейчас мы значит переходим к шагу 3 по обычной инструкции и вот это вы не найдете вообще не у производителя этой помпы автопилота не все все гидравлики не найдете такого у меня зато найдете за лайкать и подпишитесь мы переходим к тому что мы закрываем клапаном мы закрываем и по сути мы начинаем просто рулежку начинаем до цилиндр у нас начнет уходить но я вот вас уверяю вот он не будет сейчас до 5 и 6 оборотов уходить все равно получится ерунда и мы перейдем к этой тух-пух прокачки смотрим сейчас мы еще вторую сторону прокачаем потом посмотрим и и и и и и и и и ну ну мы конечно докрутили да никакие там не 5 и 6 естественно какие говорил в районе семи уже сбил со счету маленький пузырек видите это плохо тоже тот пузырек кстати который вы видели там еще один увидите это когда ему перетыка им шланг воздух попадает но он не в попадает может что-то систем выпадает поэтому вот все таки эти клапаны которые немецкие хотел бы я иметь ладно отставим теперь процедура аналогичная только в другом направлении поэтому показывать не буду если не будет ничего там интересного и супер такого нового и и и и и и и я все-таки показал потому что это была одна минута по поводу того что я здесь долго кручу это в реальности я кручу не ай ладно короче из интересного здесь был очень странный звук здесь а так больше ничего в принципе на минуту бы два процедура то что здесь падение масла создается с пензи не очень хорошо конечно но так как мы теперь знаем как она там течет и все окей видели я трубку опущу вниз чтобы не было там падение масла и меньше было пузырей сейчас считается что все прокачано все вообще какие еще могут эти вопросы кроме уникальной процедуры которые сказал производитель но я гарантирую сейчас мы не получим 5 и 6 вот гарантирую вот ставки делаем 1 2 3 4 5 6 7 может что разбился но все равно районе 7 но и как вы собираетесь прокачивать таким методом и что это главное вот идиот который говорит что это кривые руки я уже сказал куда свои руки могут засунуть дело в том что мы по рисунком там еще понятно да что мы по сути прокачиваем просто тупо шланг и все и маленький кусочек на цилиндре вообще ничего и в том и в другом направлении да получается где этот воздух там шланги мы прокачали там в помпе вообще места практически никакого это все в помпе поэтому вот это вот заумная процедура сейчас я вам ее еще раз напомню но показывать внимательно не буду потому что видео раздувается очень большим вы можете отдельное видео долго про нее смотреть которые некоторые идиоты не могут до конца посмотреть наверно у них просто такой проблемы нет тех которые есть нужно смотреть нужно смотреть напоминаю эту процедуру то есть мы докручиваем до самого конца смотрите уже мы получили пузыри значит они уже он идут до самого конца потом пух и тогда обратно и вот эти пузыри и вот так вот долго долго я просто вам напомнил смотрите то видео у тех у кого такая же проблема возникла и не надо говорить что я что-то делал неверно так сейчас я подумаю какому мы следующему шагу перейдем потому что единственный остается способ добиться 5 и 6 это именно этой процедуры это собственно одна из процедур которая тоже вошла и в это видео и имеет отдельное видео по ней пока я этой процедуры занимаюсь я решил вам покажу упомянуты уже несколько раз уникальную процедуру о которой подсказал производитель по выгону воздуха из помпы но это все равно не наш случай из помпа автопилота суть в том что мы крутим автопилот в одном направлении а руль в обратном система становится открытая полностью и весь воздух типа уходит резервуар помпы очень интересная процедурка я ее вчера попробовал интересно выглядит поэтому сейчас взял штатив чтобы вам показать а заодно мы потестим мы посмотрим просто на вольтажей потестим ток но в реальности вот эта вот тематика она вся в подробностях ушла в изготовлении вот этого вот девайсика по тестам поэтому это смотрите подробнее там здесь просто будет интересно глянуть что происходит сперва давайте очень коротко здесь бликует я пойду в гараж и это уйдет видео про это устройство но там вы видите петлю я вам просто расскажу я словил пусковой ток там примерно четыре ячейки четыре вольта и значит на щупе у меня 100 милливольт а на ампер значит пусковой ток в районе там 40 ампер 35 где-то а здесь никаких чудес здесь мы видим либо плюс 12 либо то есть плюс 12 вверх и минус 12 вниз потому что просто напрямую батарею коммутируем 12 вольтовая даже имея три руки все равно не показать целиком потому что вам сперва нужно смотреть сюда я буду нажимать в одну сторону здесь у меня написано вниз это будет по часовой стрелке помпа будет крутить сам я буду в обратную крутить нужно смотреть пойдут ли пузыри отсюда наблюдать потом я покажу как мотор на месте при этом стоит так же я попробую наоборот в обратную сторону так же вот 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 прикольно согласитесь да вообще класс в общем но пузырей вы я думаю не видели и по моему их там не было потому что еще раз это не про то что там пузыри в автопилотной помпе не про то что что-то там где-то в шлангах это какая-то байда с этой помпой хоть она и новая не знаю кто расскажет вопрос на миллион подарок сделаю какой-нибудь может быть вот ну я знаю как это устранить да это процедура которая вам показала не проблема устраним давайте попробуем разобрать что только что мы сделали вот этим вот в трюкам когда мотор стоит на месте мы ничего не открывали мы имеем закрытую систему и мы выдуваем воздух из помпа автопилота еще раз это в каких-то ситуациях может быть это вовсе не то проблема которой мы имеем с рулем просто научно разбираемся что мы сделали да нам ближе всего это нормальная операция кручение руля мы этот рисунок рассмотрели и разобрали и нормальная операция помпа автопилота это мы тоже разобрали и мы теперь комбинируем эти две только в разных направлениях давайте я вот здесь нарисовал просто когда мы против часовой стрелки крутим руль значит из резервуара помпы но у нас еще есть бутылка жидкость получается все закрыто до против часовой она идет сюда толкает цилиндр она его толкает у нас все закрыто возвратная линия идет туда в резервуар а помпу мы в этот момент крутим она пытается толкать а помпу мы в этот автопилота мы в этот момент крутим в другую сторону там жидкость по резервуару поступает это мы уже установили да и опытным путем опытным путем но она теперь поступает в обратное направление да то есть не но это вот было у нас это у нас и было для этого случая ну ладно она поступает сюда не в этот шланг там как раз туда как раз ничего не может пойти там как раз клапан получается закрыт да то есть поэтому вот здесь жидкость она не туда утекает а вот так идет если я что-то неправильно говорю можете поправить и она идет сюда и теперь что получается она туда же в этот резервуар возвращается то есть мы сделали открытую систему поэтому у нас клапана и здесь и здесь открыты и у нас ничего не двигается у нас нет движения никакого правильно конечно правильно что нет ну если противоположно делаем то примерно так же подумайте над этом если вы нашли что то что я тут сказал бредовые давайте жесткие обоснования такие прямо четко с картинками они просто там выпендриваться мне остался неясен один момент про нормальную работу помпа автопилота когда все замкнуто когда разомкнута и мы прокачиваем систему ну понятно что через линию резервуара сюда все идет до или какие могут быть еще варианты но маслом и отсюда выливаемой системы она в бутылку наполняется наполняется в помпу ничего ниоткуда не убывает да если мы сюда не наполняем просто бы из помпа все подевалась правильно то есть какие варианты только так путь я не вижу если вы думаете что другое но попробуйте пояснить мне а вот в нормальной работе помпа да кажется что тогда тоже из резервуара берется тогда вопрос как возвращается по моему я вопрос где-то уже по ходу видео задал а я обратился к производителю он мне прислал что-то для меня совсем непонятное термический дисплейсмент помпа делает я на данный момент не исследовал эту тему насколько я понимаю при участии при работе и и и туда оттуда ничего не не возвращается как-то так но я провел интересный эксперимент когда я вот здесь увидел пузырики я покрутил помпу не до самых пределов и я движение пузырей здесь не увидел это наверняка будет следующая часть когда я еще больше разберусь узнаю от производителя может что-то более детально и тогда покажу у нас осталось не покрыта одна процедура которая в последнее время стала очень популярна по крайней мере на западе процедура предполагает что вы вот здесь вот на цилиндре замыкаете трубкой вот эти два канала и открываете оба клапана и потом вы просто руль туда-сюда 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 крутите я даже нарисовала рисунок этот и 2 по поводу того что она собой представляет и вот результат этой процедуры поэтому там ничего не получилось быстро и коротко и она достойна отдельного видео пришлось вынести всю ту историю в последнюю третью часть этой эпопеи с прокачками также у меня на канале к этому моменту скорее всего уже должно быть видео про подобные же девайсик от китайцев чтобы на них плюнуть как плюнуть слюной но не на китайцев конечно она то барахло которое они всему миру втюхивать фу еще раз возможно я выложу все части в итоге на три части одновременно но если нет то если вы подписаны то получить уведомление получается что к моменту окончания этого видео я не имею 5 и 6 оборотов не получил еще их хотя к момент когда я записываю этот материал и знаю что наросло на третью часть я знаю что я устраню эти проблемы снова этой вот push push методикой мы также видим что для помпы мы имеем 7 секунд движение все общем получилось один к одному как было после зимы после первоначальной установки только в этот раз я не прыгал уже с бутылкой не замазюкал все вокруг хотя замазюкал достаточно много потому что тестировал все варианты процедур то есть использовал я замечательный рик который сам же и сделал это было в первой части про него то есть у меня все возвращалось в бутылочку мне не приходилось бегать об этом первая часть сказала ли нет не знаю записываю позже в итоге я сейчас не имею к кончению вот того что вы посмотрели 5 и 6 оборотов а примерно 7 но я точно знаю как от устранить потому что я уже это делал несколько раз и зимой первый раз при установке вот этой вот странной процедурой это единственный вариант но сами представьте то есть если этом полчаса гоняю кручу руль масло по кругу гоняется никаких там пузырей никакой же взвеси на следующий день делаю также все ничего невозможно классическая процедура больше сделать нужно что-то другое к счастью вот оказался умный человек на американском форуме который показал процедуру зимой ей получилось еще раз получилось сейчас еще раз получится я знаю если хотите смотрите полное видео об этом но принципе вы должны были ее понять уже и из этого видео что происходит при этой процедуре в помпе я даже примерно разобрался посмотрев структуру этих помп они дисплейсмент помпы называются но почему необходимая процедура почему классической это не получается что там такое в помпе происходит вот это я не разобрался не знаю скорее всего когда-то я просто ее разберу куплю новые вообще другого производителя может быть другой структуры хотя они вроде там все одинаково там 7 пистонов плата это на бок наклоненные смотрел я как они работают возможно ничего нового не будет а возможно все-таки от другого производителя все будет нормально не надо будет это push push просто классической методы будет достаточно для прокачки в общем подписывайтесь может быть когда-то разберу мы увидим то что там внутри и также этим видео мы фиксируем тот факт что я в итоге снова прокачал систему но ведь я добьюсь снова до 5 6 оборотов что все снова окей все работает и помпа автопилота потому что эпопея все основы этой прокачкой началась из-за того что перестала работать помпа автопилота я имею столько много отснятого материала я пока еще не представляю как монтировать плюс должен от производителя помпа автопилота дождаться информация о том что он может быть скажет что там было внутри потому что все сперва как бы клиент сам дурак у всех подход это вообще просто стандартно я не дурак вот а те кто об этом пишут ладно попробуйте напишите значит засвидетельствовали все окей снова все снова работает 7 секунд бегает туда-сюда ждем подписывайтесь будет материалы потом опять продолжает ли это работать или снова слетела по крайней мере теперь с тем как я устроил с прозрачной трубкой особенно там в резервуарной линии которые не под давлением напомню вам еще раз можно будет наблюдать поступление жидкости в помпу автопилота пузыри все можно будет наблюдать и с этими удобными устройствами что я придумал можно в принципе очень быстро даже будучи где-то в путешествии снова перепроверить систему посмотреть что там происходит долить много материал еще будет на эту тему на конечно же часть 3 где вот это вот процедура которая привела к взрыву хлопку вырезать уже не буду смотрите и и если вы собираетесь себе что-то подобное делать ну надо посмотреть понять вам все давайте ладно пока